Кёку-синкай или общество высшей истины, стиль каратэ, основанный в 50-х годах прошлого века. Он считается одним из самых трудных и жестких видов каратэ. Кёку-синкай был создан в противовес множеству бесконтактных школ, постепенно завоевал популярность во многих странах и лег в основу ряда других контактных стилей. Например, ашихара каратэ. В Одинцово уже 17-й год проводится открытое первенство по кумите на кубок главы поселения. Традиционно сюда съезжаются спортсмены из разных уголков Подмосковья и России. Данный турнир является открытым. В нем регулярно принимают участие большое количество спортсменов. Для многих молодых спортсменов данный турнир стал стартом в их карьере. Всем известный Сергей Хандошко тоже когда-то участвовал в этом турнире и был его призером. Организаторы решили объединить спорт и культуру в одном месте. После торжественного открытия ребята из школы танцев «Олимп» продемонстрировали современные хип-хоп-движения. Не менее увлекательными и запоминающимися стали показательные выступления по экстремальному виду спорта бокинг. В нем используются специальные пружинищие ходули-джамперы. На соревнования приехали спортсмены из Тулы, Курска, Кубинки, Истры и Балашихи. Первенство проходило среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет, мужчин группы «Б» и ветеранов. На татами выходили и дети 10-11 лет весом до 35 килограмм. Впервые участие приняли мужчины в абсолютной весовой категории. Поддержать спортсменов приехал Сергей Бадюк, чемпион мира по армлифтингу среди ветеранов. Каратэ считаю необходимым условием воспитания любого нормального мальчика, девочки. Дело даже не в победах или в поражениях, дело в воспитании. То есть, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был воспитан, чтобы он рос в уважении, прежде всего, к родителям, отдавайте его на каратэ, как мужчинка, и вы не промахнете. Открыли 17-е первенство спортсмены из Истры и Одинцова весовой категории до 36 килограмм. В поединке, на который дается всего лишь две минуты, победу одержал участник из города Одинцова. Ну а проигравший, по правилам, остается на соревнованиях, чтобы бороться за третье место. Здесь работа наиболее жесткая, без защиты. Но мне это будет интересно. Как любой другой участник, я ожидаю, что я смогу победить, я буду сильнее своих соперников. Но всем я желаю удачи. Пусть победит сильнейший. По решению судей, некоторым спортсменам в первом поединке присуждали так называемую полупобеду. Если спортсмен повторял победные удары, сразу же после первого сражения ему победа присуждалась автоматически. Самое главное, это чтобы не было травм. Это, конечно, желание любого организатора. Неважно, это судья, либо представитель оргкомитета. Хотелось бы посмотреть качество подготовки спортсменов, насколько они готовы. Несмотря на то, что каратэ вовсе не женский вид спорта, прекрасная половина не собиралась сдаваться. Они участвовали в поединках на абсолютно равных с мужчинами условиях. Я много чего добилась, на самом деле. И этим не хочу хвастаться, но я стала двукратной чемпионкой мира. А чего добиваться? Ну, подтверждать это звание. Я пытаюсь успокоиться перед тем, как выйти, чтобы все спокойно отодраться, выйти с татам и с победой. По итогам соревнований кубок главы остался в Одинцово. Второе место заняли спортсмены Истринского района, а третье место досталось городскому округу Балашиха. Всех участников впереди ждет очень много ярких и интересных спортивных событий. Ведь для них каратэ – это не только спорт, но и жизнь. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.